Видеоролики на конкурс «Камские львы» принимали в течение двух месяцев. Всего соискатели прислали порядка 70 работ. Самое большое число конкурсантов заявилось в номинации «Ролик на экологическую тему». В технике исполнения многие работы были похожими, зато материалы авторы использовали самые разнообразные. Пластилин, детали конструктора «Лего», макароны и даже апельсины. Очень тяжело было выбрать лидера, потому что где-то не хватало мастерства технического, где-то идеи были не оригинальные. Но зато мы понимаем теперь, какой огромный резерв у телевидения, и мы знаем, что на подходе есть профессионалы. Имена финалистов были объявлены в эфире утреннего канала «Новый день». Главный приз конкурса – смартфон iPhone 5 получил Алексей Малкин за серию роликов на экологическую тему и за видео «Жизнь без наркотиков». Победителями в номинациях стали Елена Наймушина – лучший ролик на экологическую тему, Светлана Марина – лучший ролик о Перми, Вячеслав Герасимов – «Жизнь без наркотиков». Все финалисты отправились по домам с планшетами iPad mini. Отметили лучшие работы и партнёры конкурса «Камские львы». Компания «Мегафон» отдала свои симпатии работам Вячеслава Герасимова. Анимационные студии детского дома номер два – сам себе мультипульте. Также наградила и самую юную участницу конкурса – Владу Натукову. В руках Евгении Дьячковой оказались два приза – один от «Мегафона», а другой от компании «Уралавтоимпорт». Её сотрудники выделили ещё две работы – Светланы Мариной и Алексея Лядова. Лучшие работы конкурса можно увидеть в эфире программы «Новый день». Юлия Зыкова, Дарья Аборина, Людмила Вшивкова, Телевизионная служба новостей.